И у нас замечательный гость, мы сегодня ждали, надо сказать, вас целый день, но такая загруженность, такой интерес к форуму. Киргизов Кирилл Игоревич, кандидат на УК. Какие первые ощущения вообще от форума, от спикеров и от тех людей, которые сюда приехали? Ожидали, что соберется такое количество людей? Спасибо большое. Ну да, действительно, мы готовим наш конгресс от лица Национального общества детских гематологов и онкологов. Прежде всего, это у нас руководитель наш, это Александр Григорьевич Румянцев, президент организации, исполнительный директор, профессор Арфемия Стана Арфеловна. Ну и я и ответственный секретарь общества и конгресса. Поэтому все наши активности касательно научной программы, касательно того, кто приезжает, это все готовится совместно под идейным руководством наших учителей. Я, честно сказать, очень с глубоким уважением отношусь и к руководителям, и к тем спикерам, которые приехали, потому что в этом году у нас не только научная, но с большой точки зрения, с большой буквы П практическая программа. Это связано с двумя ключевыми моментами. В этом году у нас на конгрессе, как и традиционно, присутствует также Владимир Георгиевич Поляков, который является президентом РУДО, это Российское общество детских онкологов, и они совместно с Александром Григорьевичем буквально вчера объявили об эпохальном событии. Российская детская гематология и онкология – это об объединении этих обществ с 2020 года. Вообще, тут даже не то, что про спикеров нужно сказать, единственное, действительно про это событие, потому что это вообще в России, честно сказать, первое в истории России такое объединение, когда существовало две организации, у которых, ну, которые действовали сообща, но были там разные подходы к научным, практическим вопросам. Мы не очень привлекли к этому исходную. Такая коллаборация, да. В принципе, они объединяются, то есть речь в том, чтобы создать единый орган управления, потому что сейчас обществам придается большое значение, и чтобы они, ну, двигали профессию дальше. И мы проголосовали, официально сообщили, что у нас еще и профессия объединяется, то есть будет единая специальность – детский гематолог, онколог, потому что раньше был детский онколог и гематолог, который был и взрослым, и детским. Ну, это вот такой вызов времени, который мы преодолели, то есть это вот эпохальное событие. Оно и юбилейное 10, и, скажем так, эпохальное, потому что в следующем году будет первый конгресс уже нового объединенного общества. Кирилл Игоревич, очень любопытно, и надо сказать, что вы идете в эпоху и как раз в ногу со временем, потому что, по большому счету, действительно это разделение уже не нужно, потому что полноценный онколог, он, разумеется, уже и иммунолог, и гематолог, и, по-своему, кардиолог уже. То есть это и, разумеется, где-то даже малоинвазивный хирург, по большому счету, поэтому, конечно, это очень правильное объединение, которое, как мне представляется, еще позволит полноценно учиться нашим онкологам молодым, потому что образования немножко не хватает в этом ключе как раз. И это очень хороший шаг вперед. Я знаю, что одно из ваших основных направлений – это, разумеется, трансплантация. Мы сегодня с академиком Варумянцевым, конечно же, это обсудили, безусловно. Он озвучил совершенно потрясающую цифру, я был сильно удивлен, надо сказать. Какие, вот, знаете, не только об успехах надо говорить, но и какие есть у нас не то чтобы ошибки, а какие у нас есть недочеты, что нам не дает сделать еще больше трансплантации, что стоит на этом пути. Ну, в целом, действительно, это правда. У нас для детей потребность в год около 900 тысяч трансплантаций различных, различного вида, а при этом выполняется сейчас около 600. То есть это недостаток 300-350 трансплантаций. Здесь два основных компонента, над которыми мы должны работать. Первое – это открытие трансплантационных центров, потому что их сейчас недостаточно. И ситуация, когда один центр делает 250-200 трансплантаций, она такая не очень мыслимая в пределах западных стран, потому что там их больше, но каждый из них делает не так много трансплантаций. То есть это, скажем так, с одной стороны наша сила, с другой стороны из-за нашей беды, потому что в федеральные центры вынуждены брать очень много пациентов. А второй момент, который сегодня на сессии мы обсуждали, очень жарко, и вот кто смотрел трансляцию нейрогенных опухолей, которые были утром включения, там мы как раз обсуждали, что второй момент, что эти пациенты не всегда доходят до трансплантации по разным причинам. Это и организационные, и некоторые дефекты лечения, скажем так, до, чтобы своевременно его направить, того пациента, на трансплантацию. То есть здесь множество факторов. Ну и то, что мы обсуждали чуть-чуть, это к вопросу о доступности донора. Сейчас это не экстра вопрос, который был еще там 15-16 лет, когда у нас не было адекватного доступа к неродственному донорству, но в принципе сейчас все-таки есть тот лимит, что это очень дорого. Это стоимость из неродственного донора, из регистра за рубежом до 20 тысяч евро, что непосильно с текущим курсом. Поэтому эти вопросы, конечно, требуют решения. Дорогие друзья и коллеги, разумеется, я хочу вам напомнить, что мы работаем в прямом эфире на Конгрессе вместе с Первым медицинским каналом. Действительно, вещь о трансплантации, наверное, наиболее актуальна. И если говорить про трансплантацию костного мозга, что изменилось за последние 10 лет? Серьезно изменилось? Серьезно изменилось. Честно сказать, мы когда наши обсуждения проводим и лекции готовим, то понимаем, что если взять лекцию двухлетней даже давности, она полностью устаревает. И, честно сказать, за 10 лет изменилось практически все. Как итог в целом, значимо улучшились результаты в целом, то есть общая группа пациентов. То есть, если мы говорили о 40-50%, то часто 60-70-80% для ряда заболеваний вообще под 90%. Но это так в редких случаях при особо благоприятном прогнозе. Но первое, что происходит, это изменение вообще парадигмы выполнения трансплантации. То есть, имеется в виду, что трансплантация стала очень доступна, в том числе благодаря тому, что сейчас не всегда нужно искать, например, неродственного донора. Подойдет мама или папа, которые раньше не очень подходили для детей из-за большого числа осложнений. А сейчас есть способ очистки так называемого трансплантата, когда, скажем так, можно уменьшить число осложнений. И самое главное, что еще совсем недавно трансплантация была таким финальным этапом лечения. И как бы если случался рецидив или начиналось отторжение, то практически ничего нельзя было сделать. А сейчас трансплантация рассматривается как этап лечения. Прежде всего, связано это с тем, что после трансплантации можно проводить дополнительную клеточную терапию и подобные вот такие вот лекарственные интервенции. Ну и, конечно, я в меньшей степени буду говорить про это. Это карклеточные технологии, которые сейчас очень модны. Эту работу возглавляет Михаил Александрович Мощан в нашем центре. Поэтому мы думаем, что это станет одной из тем лекций в будущем на медицинском канале. Потому что тема горячая. И мы в одном из циклов, я думаю, это обсудим. Кстати, можно сделать, так сказать, небольшую рекламу нашего цикла на медканале, который начнется в мае по школе НМО по иммунологии. И у нас мы приглашали иммунологов сегодня тоже в эфир. Поэтому не забывайте, коллеги, сделаем объявление. Обязательно участвуйте в этой НМО. Я вам напоминаю то, что у нас есть ряд страничек, на которые вы, я надеюсь, уже все подписались. Разумеется, это первый медицинский канал. Это Evidence Base Club. Мы непременно об этом напишем. И тема действительно очень важная. Мы эту тему, надо сказать, обсуждали, я обсуждал с вашим директором, в том числе. И, конечно, картоклеточная терапия, там не все так просто. Там это тема, которая дискутабельная достаточно, но безумно интересная, по большому счету, как... Она эффективна. Потому что, несмотря на действительно большое число осложнений, которые могут быть на раненом этапе, там действительно их нужно очень четко контролировать. В принципе, для рефрактерных форм ряда лейкозов, конечно, она очень эффективна. С другой стороны, мы, конечно, еще не нашли специальные карклетки, не разработанные для эффективного лечения солидных, злокачественных образований. Этим мы надеемся, вместе с моим сообществом, потому что мы, сейчас сказать, уже идем нога в ногу, что безумно радостно. Мы надеемся, этими вопросами озаботимся. Мне вчера очень понравилось то, что, когда выступал представитель школы Сейн-Джуд, он сказал о коллаборации. Это, по большому счету, и есть английское слово, о котором нам активно вошло. И это очень приятно. Я, честно говоря, не первый год удивляюсь, потому что именно у детских онкологов это происходит. Это происходило достаточно давно, о чем мы говорили с академиком Румянцевым. Во взрослой онкологии все иначе происходит. Если говорить про большую науку, разумеется, никакая большая наука не может существовать без регистра. Как у нас дела обстоят с регистрами? Это горячий вопрос. Тоже вчера его обсуждали. Мы надеемся, что наши слушатели смотрели эту трансляцию, где мы обсуждали вопрос по регистру. Здесь вопрос, связанный с тем, что прежде всего регистр пациентов – это не для того, чтобы всех посчитать, что абсолютно важно. Самый главный вопрос – зачем нужны регистры? Даже не совсем, скажем так, это супервысокая наука. Это прежде всего с практической точки зрения нужно, чтобы понимать наши потребности. Сколько препаратов заложить, сколько заложить, скажем так, неких квот на операцию, на трансплантацию и тому подобное. В настоящее время в Российской Федерации существует, конечно, регистр, но он взрослый. И информация о детях поступает в этот взрослый регистр. Наша цель на ближайший год, о чем сегодня заявила профессор Варфоломеева Слава Варфоловна – это создать за год к следующему конгрессу общества, скажем так, действующий прототип регистра по учету заболевших детей с злокачественными новообразованиями для того, чтобы эту модель делать. Там один важный момент, что на текущий момент регистр ведется в формате МКБ. Наша цель – основать регистр на базе всемирной классификации детского рака, ICC3. Там есть тонкости, прежде всего, потому что это гистологический диагноз, но это, больше так сказать, специальный вопрос. Но это очень важно, это правильно, конечно. Конечно. Что пациент инициально поступает с одним диагнозом МКБ, это оказывается ЗНО. Или у него есть осложнение и тому подобное. Потому что, например, вот тут центр, национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии. Казалось бы, всегда было представление, думаю, Александр Григорьевич и коллеги говорили, что иммунология – это что-то в области аллергологии. Оказалось бы, что есть огромный пласт пациентов с первичными иммунодефицитами, которые тесно связаны с гематологами и онкологами. Потому что, к большому сожалению, мы недостаточно часто видим случай, когда пациент с иммунодефицитом приходит к нам с лимфомой. И у него иммунодефицит является уже когда мы диагностируем и развертываем этот клубок с лимфомой. А это автоматически трансплантация гемопатических стволов клеток, если это происходит, ну что несколько утяжеляет реабилитацию и качество жизни пациента. Это может компрометировать, но, слава богу, не всегда. Поэтому, к счастью, мы таких случаев меньше видим, но эти профессии действительно очень сильно связаны. Смежные профессии, конечно. Конечно. Поэтому у нас добавляются классификаторы по иммунологии и тому подобное. Поэтому такой вопрос бесконечный, но тем не менее важный. И именно поэтому форум такой он объединенный. То есть почему у нас и такие специалисты есть, и такие. И взаимопроникновения есть, потому что иммунологи приходят к нам на сессию, мы ходим к иммунологам, есть совместные доклады. Ну и, конечно, я уж там молчу про трансплантацию, потому что это такой пока единственный радикальный одобренный метод. Есть генная терапия, но она, скажем так, пока в процессе доработки. Если говорить про донорство, как-то у нас приходит понимание у наших людей, что это необходимо делать? В принципе, да. И у нас мы берем примеры с европейских и американских регистров. Есть такое понимание. Самое главное, ведь проблема донорства костного мозга в чем? Что в регистр мало того, что войти. Нужно потом согласиться свой костный мозг, я извиняюсь, или стволовые клетки периферической крови сдать. Потому что есть такой пример, кто узко занимается поиском доноров, они знают бразильский регистр. В бразильском регистре очень много потенциальных доноров, но ни одного нельзя, скажем так, потом найти и попробовать, скажем так, получить у него гемопоэтические стволовые клетки. То есть регистр, ну, по факту, скажем так, не очень действенный. Номинальный? Номинальный. И вот в Российской Федерации так называемое качество доноров выше гораздо, чем в бразильском, но недостаточно высоко, как в немецком, потому что отказы в немецком регистре, ну, или в других, скажем так, продвинутых более регистрах, они практически исключены. У нас их чуть-чуть есть, но, в принципе, тоже их немного, и многие-многие соглашаются. Радуются, что это молодежь, потому что, как правило, мы, так сказать, ну, просим молодых доноров, так сложилось, и желательно мужчин. Поэтому есть такое понимание. И число таких трансплантаций растет. Вот сегодня Борис Владимирович Анасев, который, мы надеемся, посетит прямой эфир медицинского канала «Завтра», он рассказывал про это, что у них год от года растет число трансплантаций от российских доноров. То есть, там, если 5 лет назад это было, там, 15, 10, 5, 10, то сейчас там больше 30-40 в год. И, в принципе, мы по всем клиникам видим такой прогресс. То есть, получается, прям такая геометрическая прогрессия, мы ее видим? Да, ну, где-то по 10-15 доноров трансплантаций. Это только вот у центра Бориса Владимировича. Я там тоже самое могу сказать про Екатеринбург, про российскую детскую клиническую больницу, про центры имени Рогачева, но и других трансплантационных центров, гематологический научный центр, там, где взрослых трансплантируют, там с каждым годом увеличивается число таких трансплантаций. У меня сегодня достаточно много было вопросов от наших слушателей, зрителей, на предмет того, как попасть в центр, как попасть на обследование, насколько это сложно, сколько это стоит. Тут, ну, если говорить, как... меня спрашивают, как у представителя центра имени Рогачева, то здесь вопрос не стоит в попадании в центр, потому как он более комплексный. Мы тоже сегодня, кстати, обсуждали этот вопрос по маршрутизации пациентов на сессии по нейрогенным опухолям, поэтому те, кто пропустил, обязательно следите за анонсами, потому что будут повторы обязательно. Обязательно будут, конечно. Поэтому не забываем про эту возможность. Я сейчас смотрю на нашего режиссера и вижу, что повторы будут, правда? Поэтому, ну, в общем, кратко, что мы обсуждали, что вопрос не попадания в центр, а вопрос комплексного подхода, чтобы пациент мог получить лечение близко к дому, максимально качественное, сопоставимое с тем, как лечиться в центре, а в центр поступать на отдельные этапы терапии. Например, сегодня мы обсуждали нейробластому, и наши руководители, которые руководят мультицентровой группой и ведут эту работу, это рассказывает о том, что сейчас для многих регионов Российской Федерации налажена работа. Когда начало лечения проводится в субъекте по месту жительства, затем пациент приезжает на забор, так называемый забор стволовых клеток, к нам в центр, затем получает оперативное лечение в центре и поступает на трансплантацию, а на поддерживающую терапию после трансплантации также уезжает домой. И это плановая работа, то есть нет такой необходимости бежать в центр, каким-то образом мешать вопрос с попаданием и так далее, потому что это происходит планово. Есть ситуация также с трансплантацией, когда заболевание сразу предполагает трансплантацию, например, незлокачественное заболевание, как сверхтяжелая пластическая аномия. Там понятно, что нужна сразу трансплантация, поэтому в зависимости от наличия мест или от группы заболеваний, потому что есть такие тяжелые случаи, когда действительно требуется сразу госпитализация в центр. Но в принципе у нас есть ведь так называемый трансплантационный консорциум, если говорить про трансплантацию, куда входят и РДКБ, и клиника в Екатеринбурге, и клиника в Петербурге. И заявки, они распределяются по этим клиникам с помощью специальной компьютерной программы, поэтому, ну скажем так, по понятию, как там ждать пациенту, которому срочно нужна трансплантация, это, ну, можно сказать, уходит потихонечку в прошлое. Ну и, конечно, госпитализация в центр, она бесплатная для граждан Российской Федерации, то есть это, ну, все, собственно, как в другие федеральные центры. Но так как ресурс ограничен, действительно, скажем так, всех пациентов в центр не может взять. Но стоит заметить, что в центре ежегодно 2000 инициальных пациентов проходит лечение. Сколько? 2000. 2000. А общая ротация 10 тысяч. То есть это огромный объем, который... Даже в сравнении с самыми крупными клиниками мира. В принципе, у нас по объему есть сопоставимые, несколько сопоставимых центров. Прежде всего, это исследовательский госпиталь Святого Иуда, который мы упоминали сегодня. У них тоже 2000 первичных пациентов, но у них, честно сказать, другая модель работы, потому что у нас, например, стационарных коек 220, и на них вращаются вот эти 2000 пациентов, что, в принципе, очень много, потому что у нас есть гигантский дневной стационар, который работает две смены, которым руководитель Алексей Вадимович Вшонкин, который также читал несколько лекций на медицинском канале. Тоже можно их посмотреть, в частности, по палеоактивной помощи, по обезболиванию. Ну, и этот огромный объем пациентов, которые проходят через стационаркое откровенное лечение, позволяет вот такой объем пациентов больше в целом принимать. А вот Сен-Жут у них эти тоже 2000, только не на 220 коек, а у них стационарных коек не больше 80. То есть у них вообще практически все пациенты ведутся, ну, скажем так, в амбулаторном формате. В амбулаторном порядке, да. И кажется, что и для детской гематологии, онкологии, и в целом для медицины это некое будущее. Потому что, в принципе, у них гораздо меньшее число инфекционных осложнений, например, у пациентов в интенсивной фазе лечения, у них гораздо проще с антибиотикорезистентностью, и многие антибактериальные препараты, которые, скажем так, мы рутинно используем, они используют как суперрезерв и, конечно, видят чуть меньше инфекционных осложнений. С другой стороны, необходимо сказать, что и в нашем центре вот этот вопрос инфекционных осложнений ведется под личным руководством генерального директора центра, это Галина Анатольевна Ильичкова. Существует отдел инфекционного контроля, который также этим занимается. И вот сегодня, опять же, будет трансляция сессии по инфекционному контролю, тоже приглашаем. И она тоже будет, мы вас всех приглашаем. И хотелось бы сказать, единственное, по поводу сессии, что там выступают не только врачи, гематологи, онкологи и некие инфекционисты, там же будут, видите, врачи интенсивной терапии. Поэтому коллеги, не только гематологов, онкологов, детских хирургов приглашаем. Ну, пожалуйста, анестезиологи или гематологи могут присоединиться. Ну и в целом это будет интересно послушать, опыт уникальный. По большому счету, я вам хочу сказать, что здесь должны присоединяться, не то чтобы должны, но это действительно шикарный опыт, не только даже к тем спецификам, которые вы обозначили. Это могут быть и кардиологи, потому что есть своя специфика, и кардио-онкология – это отдельное направление уже, которое существует по поводу кардиотоксичности. Это и неврологи, в частности. Сюда присоединятся и эндокринологи, которые работают с различными видами опухолей. Очень важный и достаточно сложный вопрос – иммуносупрессия. Вот какие у нас есть шаги вперед, и какие все-таки есть с этим проблемы? Ну, в целом, говоря об иммуносупрессии, если говорить в контексте трансплантации, то здесь очень тоже большие шаги произошли. Собственно, я чуть-чуть сказал про вот этот метод очистки и трансплантаты, я так достаточно упрощаю эту ситуацию. Но здесь вопрос заключается в том, что для многих заболеваний, как такова иммуносупрессия, активная посттрансплантация не всегда нужна, благодаря вот этим методам очистки. Поэтому здесь сделан шаг вперед. И у нас существует такая вот реакция трансплантат против хозяина, известная, и кто занимается трансплантацией солидных органов, есть такая проблема реакции трансплантат против хозяина. И вот раньше классическим подходом была высокодозная терапия с использованием глюкортикостероидов. В настоящее время появилось множество биологически активных иммунопрепаратов и аботосепт, и что угодно, которые способны коррегировать, скажем так, эту иммунную реакцию. Поэтому сейчас можно ее лечить с меньшим числом осложнений. У нас как раз активно это будет обсуждаться, в том числе, я опять занимаюсь, так сказать, анонсами трансплантации. Да, все правильно, все правильно. У нас, да, у нас будет сессия по трансплантации. Собственно, там тоже этот будет вопрос обсуждаться, в частности, про использование к слою мезонахимальных стволовых клеток, поэтому тоже приглашаем. Ну, в принципе, какой вопрос не подними, он у нас обсуждается на Конгрессе, поэтому действительно очень насыщенная программа, и всех призываем, несмотря на субботний день, завтра присоединиться к нам. Спасибо большое, Кирилл Игоревич. Я думаю, что после такого полноценного интервью и такого количества анонсов ну просто вы обязаны зайти и нас посмотреть, потому что это действительно интересно, и это тот самый Конгресс, на котором собираются лучшие специалисты. Действительно некая коллаборация всех специальностей, которые после этого делают правильные выводы и формируют те самые гайдлайны, по которым мы и должны... И задачи на год. И задачи на год, и что еще очень важно, по которым мы и должны работать. Спасибо большое. Спасибо большое. До новых встреч. А я хочу напомнить, что мы сегодня работаем на 10-м Конгрессе Национального общества детских гематологов и онкологов.